здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим с человеком у которого очень интересная судьба я даже сказал творческая судьба потому что речь идет о елизавете петровне терешкиной генеральном директоре ооо пихорский текстиль и собственно говоря мы пригласили ее не только для того чтобы поговорить о самом собственно текстиле но прежде всего поговорить о творческом о жизненном и профессиональном пути этой замечательной женщины потому что она у нас почетный теперь гражданин городского округа люберцы так называется да правильно вот и понимаете что хочется узнать об этом человеке как можно больше здравствуйте елизавета петровна вот вы когда узнали о том что вы почетный гражданин какие были ощущения для меня это конечно неожиданность я даже не предполагала что когда-то я получу такое звание не всегда очень я вот сейчас подумала я не представляю по каким критериям определяют почетного гражданина то есть есть люди которые думают так чтобы мне такого сделать чтобы меня ну как-то отметили а есть люди которые просто делают свое дело я просто живой работы никогда не задумывалась о том что нужно как-то по-особому по-другому к этому относиться ну вот давайте и поговорим сегодня и у вас и о работе и обо всем что происходит вокруг прежде всего давайте о сегодняшнем дне а потом вернемся к корням что такое сегодня пихорский текстиль я поясню почему я задаю этот вопрос потому что конечно же предприятий по стране много но все что связано с текстильной промышленностью как-то кажется осталось где-то в 90-х годах я имею ввиду с той советской отечественной когда происходило тотальное истребление текстиля как отрасли я работала на московской шестопредельной фабрике фабрика которая занималась производством пряжи который сейчас занимается производством пряжи я работал начальником цеха и никогда не думала о том что когда-то я буду заниматься и когда-то буду создавать свое собственное производство то есть руководителем уже такой с большой буквы тем более руководителем на тот момент конечно мы многие остались без работы потому что было сокращение численности сокращали специалистов многие ушли в никуда на тот момент в принципе я уже понимала что надо заниматься чем-то своим и понимала что я на кого-то работать уже не могу то есть уже было такое понимание то есть был опыт знания и понимание того что надо что-то менять я закончила московский текстильный институт имени косыгина 76 году мы получали прекрасное образование у нас были прекрасные лаборатории все работало все работало мы практику проходили на работающих предприятиях таким образом база уже было знания были практика была а какая у вас была специальность которую вы получили в вузе как называлась инженер-технолог по производству пряжи из шерсти и химических волокон такая женская до профессия да хотя так понимаю что пряжа нужно везде вот об этом еще во второй части поговорим чем сегодня живет ваше предприятие какая пряжа что из нее можно где главное где ее можно приобрести вот потому что у человека не специалист у него возникает такой да вот пряжу купили и сидит человек вяжет что нибудь на самом деле она создана да да как она создана да это большая загадка но вернемся к вашему трудовому пути так вы закончили вы начали работать на советском предприятии в москве потом поняли что пришли наши веселые 90-е годы надо что-то в жизни менять да и нужно было что-то делать и сначала я начала заниматься производством трикотажных изделий тоже такой советской на самом деле можно было именно почему за это потому что это предприятие можно создать вкладывая минимум денег собственно говоря средства не было ну были заемные средства у своих там родственников и друзей ну что да да по сусекам по сусекам да и были куплены небольшие вязальные машины по сапы это тоже небольшие машины с электронным управлением вот на них мы начали вязать трикотаж девяносто четвертый год тогда когда открыли границы и из китая хлынул дешевый трикотаж это уже был кого-то поставлен на нас крест потому что наши изделия себестоимости стоимость сырья плюс стоимость работы и они были дорогими и вот в тот момент мы приняли решение что нужно с этим делом заканчивать так отвезли все это в церковь и вот тогда было принято решение начать все таки создавать производство пряжи именно промышленно то есть как бы сырье до производить да да не сырье а пряжу сырье есть сырье это же сырье а переходный один только вопрос а почему в церковь ну потому что примете я думаю что это какой-то внутреннее такое вот было желание до закончить с этим этот этап остановиться потому что уже вязание шло в никуда товары из китая поступали поступали а пряжи на рынке не было да как таковой пряжи не было уже такой внутренний мониторинг был проведен опрос такой ну мы сами все что нужно с коллегами для что нужно нужно было понять что же выпускать для того чтобы это покупалось иначе нечего было заниматься если предположим товар выпущены и он бы не ну чтобы у и спрос и предложения и все на свете конечно же что он деньги за оборот оборот да вот что основное и вот так в этот момент уже многие предприятия были остановлены это фриановская фабрика это краснохунский комбинат это краснодарский комбинат это екатеринбург это брянск но я могу много это все такие предприятия крупные это комбинаты комбинаты которые снабжали страны из советский союз и в этот момент можно было оборудование купить по цене металлума металл строю стоил совершенно недорого тогда те деньги которые были получены от продажи оборудование трикотажного и плюс еще заемное средство мы потратили вот на оборудование очень хорошо но нужно было куда-то ставить до места до места и вот тогда а я житель поселка томилина так я люберчанка и таким образом где дома сказать надо рядышком дома конечно в этот момент пехорская фабрика что на красивом пригорке около речки пехорка почему пехорский текстиль мы называемся она уже тоже остановилась цеха были заброшены моль летала большими такими вот стаями кино да кино кино страшное кино тогда когда я вошла до мне было страшно я решила что мы не потянем потом значит все таки когда отступать тебе некуда за тобой москва что делать и так потихонечку 400 первых метров квадратных мы взяли в аренду арендодатель тоже человек как говорится но получил эту фабрику а с ней сладу не знает что сделать таким образом мы начали потихоньку осваивать метр за метром оборудование покупали но в то время что такое приятельная машина стоила миллион да мне трудно 7 на сегодняшние деньги перевести но может быть это сто пятьдесят тысяч рублей может быть вот так вот такие вот люди тоже были без работы это же нам помогали и ставили это оборудование тоже за копейки таким образом была первая цепочка поставлена до значит от сырья сырье мы брали на троицкой конвольной фабрике это гребяная лента фабрика это работала и до сего момента работает они выпускали гребенную ленту молни гребенную ленту и покупали и из нее вырабатывали пряжу направлении было сначала одно это производство пряжи для ручного вязания вот это когда бабушки да когда спицы бабушка и кот обязательно крючочками и клубочки должны лежать обязательно и главное чтобы это все было разноцветное красиво это красиво и чтобы это привлекало взгляд вот таким вот образом мы начали первый килограмм выпускать это был 95 год ноября 95 года ну естественно уже задачи были поставлены более такие глобальные в каком плане в том плане что нужно было разработать ассортиментный ряд нужно было изучить спрос прежде всего а на тот момент вот в наше время советское время до было два артикула был артикул значит пряжи по 5 рублей да и пряжа была по 3 рубля ну вот прям как в известном анекдозе да вот все это как вот так и было вы начали расширять ассортиментно конечно и первое с чего это мы начали искать что нужно людям что они хотят приобрести сегодня у нас тортикулов 100 с тортикулов да на любой вкус на запах даже на цвет конечно шерсть пахнет мы выпускаем сегодня пряжу и из верблюжьей шерсти мы выпускаем пряжу из ангоры мы выпускаем пряжу из альпака из шерсти естественно все это с химическим волокнам полиакрилонитрильным поскольку они шерстоподобные придают определенную мягкость если более грубой волокна там используется и мы выпускаем самую обычную пряжу чисто шерстяную ту которую вы придали наши бабушки скудели когда овцу стригли сами ее мыли промывали эту шерсть затем ее трепали сворачивали в определенную такую значит вот так форму форму да и на обычную значит сажали и прялкой вы придали значит это ручная работа это была ручная работа эти традиционные носки деревенские да они до сего момента востребованы и есть у вас такая мы выработали пряжу у нас название очень интересное вот эта пряжа деревенька она очень востребована у нас есть пряжа деревенская вроде бы так одновременно разные есть у нас пряжа овечье есть у нас пряжа теплый носок это все из той серии что это традиционная домашняя семейная родное да можно связать и без рукавку особенно для дальнобойщиков ну под такую фланелевую на фланелевую рубашку это очень комфортно тепло и еще ко всему это лечебное поскольку тепло натуральное но я помню что вот эти фантастические слова еще когда я был маленький мама же возила меня магазина чтобы что-то купить большому толстому мальчику и вот эти вот шерсть трикотаж это звучало как что-то фантастическое потому что да там очередь там очередь и так далее не знали мы что придет время когда мы будем читать все что угодно кроме этих слов но еще о вашей продукции том о будущем и что происходит мы поговорим во второй части программы а сейчас сделаем небольшой перерыв напомню что нас елизавета петровна терешкина генеральный директор пихорского текстиля и человек который теперь имеет почетное звание звание которое так и звучит собственно говоря почетный гражданин городского округа люберцы дождитесь напомню что эта программа открытый диалог у нас сегодня елизавета петровна терешкина голова в гостях генеральный директор пихорского текстиля и вот финале первой части мы заговорили уже о сегодняшнем дне и чуть позже я хотел бы продолжить эту тему потому что 100 вот я уж не знаю где тут правильно ударение ставить эти профессиональные слова артикулов или артикулов но мы поговорим еще о том какие планы на будущее но я хотел вернуться к вам как к человеку творческому откуда у вас такая коммерческая жилка советский человек начальник цеха на большом предприятии в москве и вдруг решилась сама или рядом с вами удалось создать какой-то коллектив единомышленников тогда но вы же прекрасно понимаете что один человек в поле не воин и конечно же я очень жду такого вопроса почему потому что для меня моя команда и люди все люди это основное вот мы начинали производство нас было семь человек эти семь человек так и работают до великолепная семерка до великолепная семерка 7 это моя но это счастливое число до знаковое число которое я везде представляю так что у нас было 7 сегодня нас уже более 250 человек поэтому все женщины я так понимаю да не или попадаются нет не то что попадаются а как же обслуживать оборудование кто должен это прежде всего меня главный инженер мужчина зам главного инженера мужчина мы самые такие трудные как вы его железяки все отдаем мужчинам и правил мы уже и за это петровна и за это петровна императрица все правильно то есть люди это ваш капитал эти семь человек работают до сих пор да как вы набирали почему потому что сейчас везде звучит рабочие места рабочие места вот ну я думаю что это вот как раз основное для того чтобы стабильно работал предприятие это прежде всего должен быть стабильно работающий коллектив это должен прежде всего управленческий состав вот для того чтобы 7 человек понятно на них уже 250 человек не удержится мы формировали людей сами и обучали тоже от фабрики направляли текстильный институт и они получали у нас образование даже ручно конечно все наши кадры если вы сейчас мы придете на фабрику вы увидите молодой коллектив самое старое это я не буду говорить кто да но тем не менее тем не менее нас небо небольшое количество опытная и возрастная так что вот а все это молодежь молодежь чуть немного за 30 главному инженеру немного за 40 это же закончил наш так текстильный институт это викторов александр геннадь у меня прекрасный коммерческий директор шапиева елена александровна который возглавляет коммерческий отдел и они четыре человека продают всю буквально пряжу нашу успешно елена александровна вообще со мной пришла 17 лет работает можете сегодня представить и мы работаем здесь уже много лет в общем золотой коллектив золотое руководство и такой сразу возникает вопрос возвращаясь к теме китая и другой импортной продукции вот помните еще такое советское слово экспорт импортные вот как сегодня вам удается я не хочу сказать слова выживать а все-таки китай продолжает наращивать свои темпы он из всех тискать щелей к нам попадает не только он как пряжа это реализуется турция еще очень активно потому что наиболее такая значит часть это китай и турция наши основные зарубежные как говорят друзья до партнеры партнеры конкуренты до тире но я думаю что на рынке можно удержаться только благодаря тому что нужно выработать такой ассортимент да какой не вырабатывает не китайцы не турки а мы вот и мы пошли а мы нашли своим путем и соответственно нам проще потому что мы знаем наших людей мы знаем наш менталитет мы знаем наши потребности наши желания и те качественные показатели которые вот заложены в нашей продукции они отвечают потребностям нашего наших людей и вот что основное возникает вопросе даже перебиваю вас почему потому что я недавно шапочку какую-то покупал я уже почти и решил ну купить а потом вспомнил лишь посмотрите с чего она сделана там на час висит куча ярлычков вот понятно что она из китая я так и не нашел так и не понял из чего но я понял что там ничего живого нет вот я хочу понять то пряжа которую выпускаете сегодня может быть еще она популярна у населения потому что она настоящая своя или вы там тоже химии балуетесь как скажем с помидорами балуются с огурцами что в принципе там живого мало уже осталось хотя пряжа красивая разноцветная но большой ассортимент чем вы отличаетесь лучшую сторону от китайских и турецких товарищей я вам отвечу на этот вопрос очень просто мы вообще не балуемся составом что вы понимали вы можете любую артикул нашей пряжи взять проверить на состав это будет соответствовать тому что написано на этикетке почему прежде всего честность в работе тогда когда это слово обратили внимание практически нигде не звучит слова нет оно должно быть честность в работе честность в отношениях честность выполнения договорных отношений да я считаю что это основа того что наше предприятие стабильно работает на рынке и я уверена что она будет продолжать работать какая посложная ситуация не было вы знаете вы сейчас пандемии она по нам тоже здорово ударила но мы не остановились мы работали в этот период и даже как занимались какими-то социальными можно сказать проектами во время пандемии конечно но как же вы понимаете жизнь так устроена нужно было мы выпускали особый вид продукции мы выпускали боксы там старт бокс это специально такие боксы с набором наши пряжи для рукоделия и мы дали такое им слоган всем тем кто дома вы же понимаете для тех кто дома как может тот момент все сидели кто-то может и научился вязать в этот момент благодаря вам старт бокс это тоже что вот начало старт старт затем был профи бокс это те кто умеет работать ну таким образом как говорится мы по интересам создали эти боксы они очень интересны в красивых коробочках наполнение именно такое вот для мастер-классов а вот вы ставили эту задачу все таки как-то для того чтобы реализовать как-то новый вариант продукции или все-таки думали о том что как-то людям помочь выдержать конечно эти свои боксы направляли и многодетным семьям потому что нужно было деток чем-то занять это сложное время все дети дома мы направляли в больнице мы направляли эти боксы инвалидам просто понимаете это еще и ко всему и для реализации нашей продукции тоже шло но я думаю что в комплексе это неплохая была такая вот но сегодня это как бы уже может быть не настолько актуально да но но тем не менее тем не менее это все осталось это осталось нашим ассортиментном ряду и соответственно это имеет место но то есть такой гибкий подход и еще с таким социальным уклоном что можно ну например друг зима такая наступить знаете кого там на 3 1 3 месяца зима значит будем делать варежки и все как полном специально вернее пряжу для варежек да естественно у нас есть такой направлен как теплый носок то есть это 2 моточка достаточно для того чтобы связать носочки эти этот пакетик заложен и заложены еще крючочки там спицы и так далее пожалуйста ты можешь учить инструкция как связать эти носочки но это тоже понимаете это и маркетинговый ход я уж как вот говорю это одновременно и социальная тоже такая направленность вот я хочу думаю что это тоже имеет место поддерживая вот это направление о творческих планах как о них не поговорить сегодня есть такое ощущение возвращаясь к искусственным помидорам огурца так назовем есть ощущение что все-таки научно-технический прогресс не стоит на месте да и он ищет способы ну вот я даже не знаю что на мне сейчас реально я имею ввиду из одежды дак то что называется но настоящим до материалом уж как как назвать это хочется вернуться к самобытность вот я думаю что вот считаешь там сто процентов акрил сто процентов там полистирол вроде как симпатично все красивые надписи но ты где-то внутренне понимаешь что это как-то небезопасно а молодежь что с удовольствием покупать вот есть у вас как ух специалиста я спрашиваю да а по опасения того что вся эта настоящая реальная одежда идет в прошлое тут надо еще не забывать если речь идет о шерсти прозвучало слова овца животный мир еще некоторые люди борются за животных в том числе хотя вы их не убиваете острижете скажу да конечно да вот как вы не переживаете что химия победит вы знаете вот я не переживаю я объясню может быть потребление будет меньше поскольку как с избранниками потреблять натуральные волокна и не все будут потому что молодежь как бы на это не обращает внимание с вами согласны да но как вот нужны были они теплые носки да нужно как они останутся на страна то какая все-таки она у нас северная страна пусть хоть и жаркое лето было да но впереди зима грядет и хотите ли не хотите нужен теплый плед нужно теплые шаль какую-то там и валенки может понадобится красиво и делают у нас молодцы пимакаты еще не ушли как это с нашей от нашей промышленности что я хочу сказать ведь мы производим не только пряжу для ручного вязания просто меня зацепило что когда вы шапочку посмотрели посмотрели когда на этикеточки вы нашли кто же произвел и из чего же она сделана у нас еще целое производство пряжи для машинного вязания то есть мы работаем еще на промышленность что вы понимали но это уже масштабы да мы работаем на промышленность и наши трикотажники мы им вырабатываем целой коллекции специально в цветовом ряде в номерном ряде у них у каждого есть свой ассортиментный ряд с которым они выходят на выставки и реализуют своим тоже дилером и потребителем и самое последнее чтобы вы посоветовали людям но такой интересный вопрос ведь чтобы стать почетным гражданином таком важнейшим городском округе которым является наши люберцы где но много чем можно заниматься что вы посоветовали людям вы же когда-то начали рискнули ведь наверное все было против вас вот чтобы вы посоветовали с чего нужно начинать чтобы стать почетным гражданином городского круга люберцы так через какое-то время благодаря своему открытому предприятию с чего начать я думаю что вообще надо на эту тему не задумываться вот первое что я хотел бы посоветовать так что самое главное не думать об этом что тебя где-то ждет какая-то слова да а самое главное это просто работа честно работать получать удовлетворение от работы надо чтобы коллектив которым ты руководишь чтобы этот коллектив стабильно работал и чтобы он стабильно был обеспечен заработной платой заработной платой прозрачной как и называется не белые для того чтобы у них было будущее естественно ну я даже не знаю что просто делать свое дело до делать делать да и не думать ни о чем мне кажется я бы вот так сделала из этого мы вас поздравляем мы желаем вам чтобы это как бы через вас всему вашему коллективу потому что я считаю что весь коллектив это общее звание на весь коллектив теперь будем искать вашу пряжу да и те изделия которые из нее сделаны потому что как бы там чего не говоря я не знаю может быть опять же менталитет но когда видишь что-то наше там родное российская до написано вот как-то больше доверяешь плане одежды да есть есть товары которые меньше доверяешь а вот все что касается текстильных дел мне кажется наши ближе своя рубашка же ближе к телу не что конечно спасибо огромное за это петровна терешкина генеральный директор пехорского текстиля как мы выяснили который не просто работает а имеет 100 вариантов пряжи вы можете выбрать мало того вы можете что-то приобрести и научиться вязать причем сейчас у нас и мужчины вяжут тоже да конечно конечно легко нужно олимпийца видели да да вообще бомба и так и за это петровна почетный гражданин городского округа люберцы с чем ее еще раз поздравляем и желаем вам всем всего самого доброго и помните надо делать свое дело всего доброго до свидания а а Редактор субтитров А.Семкин